Девушки отдыхают 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 Роше количество запаллоновых голфистов. Конечно. Многие из вас, наверное, гольфы, кое-клубы, которые не знают, с клубами электронными, что не так правда. До околга голфа наросло очень много мифов. Некоторые из них сегодня попробуем обадить. День добрый. День добрый. И там. День добрый. И там. Прошли мы до пана, потому что с кем, как не с паном, поговорим о гольфе? От много лет есть пан пропагатологом голфа на Литве. Как это все начало? Это спорт, который своего рода является символом неподлегности. В часах советских на Литве не было гольфа. И гольф появился на Литве только в конце лет 90-х. А поля гольфовые, пять пуль, мы на Литве. Это на начале 2000-х. Это спорт для молодых тоже. Гольфа на Литве. для того, какие решения нужно принимать бизнесмен. Бизнесмени не говорим о бизнесе в течение времени. Пан Ровиш ма споро осуществлять. Каждый игрок в гольфа мажет о том, чтобы одним ударением пилочка впадала до долга. И я мам два такие ударения. Найважнейшее осуществление то, что Литва сейчас уже знана на арене гольфовой международной. Мамы тут оба себе такой символ. Может, пан поверь, что это конкретно? Ну, это символ походящий из старшего поля гольфового, святого Андрея в Шкоке. Это самое старшее поле гольфовое. Там были созданы первые основы игры гольфа. Та габлота с киевами гольфовыми, то есть протоп, как выглядят киев гольфовые в тамких часах, в 1850 году. Найважнейшее, чтобы каждый человек имел пасе, потому что пасе то есть то, что дает человеку сенс жизни. И каждый, кто имеет пасе, то продлежит свое жизни на на 20 лет. То дякую я очень. Дякую яму. И я дякую. Поводзения. До свидания. Домантес Матуллис. До свидания тренер грифа в гольфа, который этот спорт не имеет никаких премий. Домантес Матуллис. Домантес Матуллис. На Литве гольф не является еще так популярным, как в других странах европейских, где его традиции есть глубокие. В нашем стране первое поле гольфовое было открыто только в 2000 году. Не мы, поэтому, еще много успехов, но это изменится. В каком веке нужно начать играть? Мог бы стать заводовым заводником? Нестой не. Так как в случае каждой иной дисциплины, начать тренировать нужно в детстве, наиболее в веке 11-летнем. То значит, что человек взрослый не может участвовать в заводах? Заводится в каких, потому что тоже проводятся турниры для ампорта. Гольф выражаетесь в том, что это спорт для всех, без взгляда на век. То значит, что я еще шанс. Конечно. Можешь играть и даже выиграть какие-то турниры ампорские. Виде, что тут есть душе киев. Суум понумерированы. Завсо меня это застанавливало, до чего служим. Есть то застав киев до ампорской игры в гольфа. Максимально заводник может иметь 14. Тут есть меньше, а для того так много, что каждый ест призначен до ударения пилки на разные олегности. Суум два основные параметры, на основе которых я разружняем. То кунт нахиления глупки и длагость. В зависимости от этого можно удержать пилку на окрещенную олеглость. Нет, я согласен. Этот душе киев называется «драйвер». Как видите, он душе киев и имеет низкий кунт глупки. Как я так смотрю, мне кажется, что мне нужно весить пол килограмма. Ото ж не. Это найлжейший киев. Как это возможно так удержать в пилку, чтобы осуществить олеглость понад 160 метров? Это кема технике, или просто нужно иметь счастье? Да, это техника. Овшем, техника есть важна, но отличаются тоже возможности физичные. Им человек может быть лучше, чем лучше, чем лучше. Это не только дисциплина, которая требует силы. Прежде всего нужно уметь цель не удержать. А что ты попросишься? Я хочу спросить о траве. А что это правда, что летом часто есть косвена даже несколько раз джинно? Может не несколько, но раз конечнее. Обсзар, где находится долг с флагом, есть косвенный джинно. Трава ма там высокость 3 миллиметров. Дяки тому выглядит, как бы это был диван. Я его нори мишмок. От чего мы начнем, если хотим научиться играть в голфа? Треба начать от основного курса, czyli зеленой карты. Курс трва 8 годин. Учимы себя zasad, техники игры, этики игроков. Есть это теория и практика. По укошению курса можно начать игре на поле гольфовом. Очень хочу спробовать. Пойдемте. Где нас проводили? Есть это стрела тренинг, так звана Driving Range. Тут наука начинают początкующие, а заводники работают разгревку перед игрой. Найпере нужно научить себя поправно тримать ки и как удержать ним в пилку. За хвиле дам вам кије, але памятайте, что са металове и треба с ними острожно обходить, чтобы никому не зробить кшивды. Треба го тримать пред собом, так, чтобы та часть была zwrоцана в вашу сторону. Леву рэнкэ вытягните, чтобы была за кијем. Длоњ повинна быть zwrоцана до вас. Прилужьте рэнкэ на высокости около центиметра от долу. Треба ухвыцить пальцами, а не длоњом. Замыкамы длоњ, ктиук на кију. Леву рэнкэ повинна быть близко правой. Не повинна быть мјдзи ними в волной пресчени. Ктиук ховамы в длони. И так тримамы киј. Не садзићам, что так се роби. Тримајте деликатне. Не треба мокно закискај. Треба усвадомић себе кијка рэнкэ. Треба ће, че бе пијчка лећала далеко, треба трапић в нюў в сродку тега мейсца, где сон те оторовки. Тераз бежемо пијчкэ. Целјјм в нюў лопатком кија. Насым целјјм јст выбиће јј просто, в тамтым кијунку, без конкретного места. Целјјм, приготувјемося до удажения. Одпровадзамы киј до тылу, в гуре. Очы скеруваны завсше на пијчкэ. Выконујемо вольны и пленны замах, целјјм в пијчкэ. И раз, два, обсервујемо, как лећчі. Хцеће спробуваћ? Так. Йасне. Треба јко лећко доткнуў. Киј трапиј в пијчкэ, але не доткнуў земј. Длятега пијка тучылася, а не лећала. Руслан, спробуй. В сале то не јест таке латвое. Зобач. Зобач. И знову то само. Руслан, ты теж не доткнуўењ кијем земј. Дякуј, барде јест, направде, я мисляјам, что... Жјатвый, я теж писала жјатвый. А чтобы гра справяла пријмној, пијка мусе лећећ. Втеде можемо прејсть целе поле гольфове. А найвајзнейсше, трапијць до до�лкуј. Вдадејми се, что то акурат јест найтруднейше. Як розумејм, то были подставове рухи. Но не, не јест то найвајзнейше. Те рухи са важне, але найвајзнейшим элементом гри јест течение пијки до доѐка. Кијде јж выконаме далеке удажение пијком, мусимы трапијць до доѐка попрез течение, а не выбијание јјј в поветре. Терас вас заставиј, чтобы сте могли тренуваћ. Споткамеся на поле. Лаўкосе. Герай. Герай. Герас тренуватес. Ну, апрабујј. Воу! На реште јстијм. Чвичелијми в стефе тренинговой. Терас јстијм на поле гольфовым. Зачынаме гре с правдијвого здаржения. А правдијва гра јст втеде, гд мамы старт и финиш. И старамыся трапијць пијком до доѐка при наѐмейссей личбе удажејнь. Маќе оказјј спробувајць. Преконаме се, кому лепјј јдзе. Зазвичай јсту 18 долку. Одлеглојј мјдзи ними выноси от 100 до 600 метрів, ко дај лњчні около 10-12 километру. Прејјчча целого поле займуј около 4,5 годин. Вы јстејте допіјро по пијшем тренингу, маќе јць улатвене задание. Поле јст мейсше. Видите там хорунгјјвке? То ваш цел. Прејд јдзе јдзејј пијчка кладјаме на патику. Дајј каждому з вас пијчке, ктурој јтзе своје пијсце јдзе јдзејње. Йакего кија треба јдзејјць? Попонује номер 9. Йејјт. Тих кијјјјјјјјцијјце подсцез тренингу. Мусиме јдзејць, трејјць, кој зацыјјча. Ужимаем патика. Зачем ты, который выходит с более острым концовкой. Ручим. Ты начинаешь. А что если ты попадаешь пилочкой до воды? Достанешь ржут карны. Но можно тоже пилочку оставить обоих стрелок карны. Потому что вода – это стрелка забронной игры. Есть еще возможность выбежать из воды. И тогда не есть карты. Весь, пожалуйста, патик и вбей его до земли. Вы будете готовы до игры. Оставлю вас. Преконайте себя, кому лучше себя поводит. Удалий гри. До встречи. Дякуем. Дякую. Ну, я интересен, что я пилочка первой пилочкой до воды? А я интересен, как долго нам это пойдет. Отпусти. Хорошо, хорошо. Ну, что? Ты на право, я на лево. Ты на лево. Видишь, что Гнешка есть гораздо ближе до улка. Мужча ее догонить. О, нет! Видишь, что пилка есть гораздо далеко. Мужча ее послать. Так на окно до улка застало мне 15-20 метров. Иди послать руслану. Продолжение следует... 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 Что можно дорадить нашим видам, которые хотели бы сейчас запарить себе хервату, а не имеют этих всех аксессуриев? Если вы можете хорошей херваты, достаточно два хервата. Может быть например с банюшек на сметанку, сосерка. Может быть шклана или филижанка. В одной трети наполняемых херватов сухой херватой. Не можем ее запарить вручком. Вода может быть около 97 градусов Цельсия. Заливаем хервату водой и лечим до 15 градусов. Прелеваем, например, через ситку. Та прелана вода, то так звана цара справедливости. Ходи о том, чтобы все достали одинаково запарзоную хервату. Что же может быть мигнейшего? Эмрита, играющая припеки на херфе. Дзевчины с херватой, чудовная природа, ароматы, запахи, слоице и ладо. Жить не умирать. Дякую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 А на упали бежим просто мента, добавим цитринки и ложечка мёда. Зола пьёмся в уголе без ничего, но если мы еще добавим мёду, то еще бензин. А додаем мёду конкретно до гербаты? До гербаты. Чили мёд властей своих властей своих не тратит, если даем до гербаты? На тратий стопень температуры воды уже нет. Чили мёду никогда не додаем до вжатку? Так, когда уже остыкший напар постал, то уже можно додать немного мёду. Сопробуем? На здоровье. На здоровье. Ммм, это вкусно. Чили можно пить этой гербатки очень много? Если бы хотел пить 1-2 литра, то можно. Можно, да, можно. И я помогаю всех на соберание зим. Привет, я вас. Как там? Задоволены? Хорошо. Не сподзевала, что у золота даем столько новых вещей. А ты, Агнешка? А я спрятала чудовный час делегтацией с прекрасной гербатой на лоне натуры. И не забываем о лекции голфа. Голф – это спорт, который стоит попробовать. До свидания. Субтитры создал DimaTorzok Поехали. Поехали. Поехали! Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...